Еще одно отравление новичком. За жизнь двоих британцев сейчас борются медики. Мужчине и женщине стало плохо еще в субботу, но только после проведения анализа. В военной лаборатории выяснилось, пара отравилась тем же веществом, что и бывший двойной агент Сергей Скрипаль. Что известно об этом инциденте, выясняла наш британский корреспондент Светлана Чернецкая. Уже пятый день в больнице в критическом состоянии. Сначала сознание потеряла 44-летняя Дон Стерджес. У нее начались судороги и пошла пена изо рта. Ее партнер, 45-летний Чарльз Роули, вызвал скорую и собирался навестить ее позже, через несколько часов. Плохо стало и ему. Вдруг ему стало очень жарко, пот палился рекой. Далее его поведение кардинально поменялось. Он начал издавать странные звуки, также качался взад-вперед и даже не понимал, что я с ним в комнате. Было впечатление, что он в другом мире эгалюцинирует. Как оказалось, накануне вечером пара посещала Солсбери. Это соседний город, где произошло отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Вероятно, именно там и произошло заражение. Все места, в которых побывали Стерджис и Роули, сейчас закрыты для посещения. Первое, что приходит в голову, что пара имела контакт с остатками новичка, которые остались после атаки на Скрипалей. Возможно, остатки химического вещества выбрасывали в спешки и пострадавшие каким-то образом наткнулись на них. Только накануне вечером в секретной военной лаборатории Порт-эн-Даун подтвердили, в крови пострадавших нашли следы нервно-паралитического вещества группы «Новичок». Ее разработали в Советском Союзе в 70-х годах. «Новичок» блокирует сигналы нервных окончаний и парализует мышцы, что приводит к нарушению всех функций организма. Задача нашего расследования – определить, каким образом эти два человека контактировали с этим нервно-паралитическим веществом. Сто моих детективов из контртеррористической полиции усиленно работают над этим, вместе с коллегами из полиции Уилшера. И, конечно, мы не исключаем, что все это связано с отравлением Скрипалей. Чтобы человек впал в кому, достаточно всего лишь капли новичка. И, скорее всего, вещество было в каком-то контейнере или шприце. Иначе через 4 месяца после покушения на Скрипалей его бы смыло дождем. Полиция склоняется к версии, что отравление пары – это случайность, а не спланированная атака. Они оба граждане Великобритании. И никаких российских следов или же связей со спецслужбами в биографии пострадавших не нашли. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер».